Ну что же, всем привет, ребят! По-прежнему с вами Урбан Дрю, я очень рад вас видеть на второй серии нашего нового сезона по Транспортфильм 2, где я развиваю новый, абсолютно новый регион с кучей постсоветских модов. Я думаю, это будет очень интересно. Напомню, в прошлой серии мы с вами запустили первый железооружный маршрут и сделали пассивный источник дохода в виде всяких там нефтяных скважин и так далее. Соответственно, я так понял, что большинство из вас были бы не против того, чтобы я сделал вместо 1953 года 2000-й. Наверное, я сейчас это и сделаю, напомню, я это делаю для того, чтобы мне было доступно больше всяких объектов, ассетов и так далее. Ну, потому что иначе совсем будет неинтересно. Поэтому мы с вами дружно вот так вот делаем 2000-й год, ставим, и как бы все. Сейчас выскочит, наверное, очень много уведомлений или нет. Так, ну, вроде все глюки прошли. Я думаю, можно с вами сразу заменить состав на что-то более такое, знаете, относительно современное. По крайней мере, не вот такие вот доисторические вагоны. Что у нас тут вообще интересного? На поезда дальнего следования я у себя на карте особо не делал. Но в 2000-м году, по-моему, брендированных вагонов еще не было. Что у нас тут есть интересного? Из интересного... Не, ну, слушайте, кстати, вот такие вот есть вагоны. Да, слушайте, а тут на самом-то деле очень много чего интересного. Но я думаю, можно, наверное, сразу сделать что-то такое стандартное для всего постсоветского пространства. Зеленые вагоны мне никогда не нравились, а вот синенькие, они более симпатичные. Но они, честно говоря, достаточно дорогие. Ну, давайте, не знаю, 18 человек. Ну, в принципе, 18 человек. Нормально, как они выглядят. А выглядят они стандартно. Это хорошо, мне это нравится. Ну, и локомотив я бы, наверное, сделал какой-нибудь более такой тоже современный. Потому что, ну, это не совсем то, что я хотел бы видеть на моем пассажирском маршруте. Люди просто, мне кажется, задохнутся от таких количеств выбросов. Ну, я думаю, на электрический локомотив там денег точно пока не хватит. И это я очень долго ждал, чтобы накопить эту сумму. А вот что-нибудь из разряда ЧМ-3, который стоит, кстати, кстати говоря, стоит не так уж и дорого. Может быть, у это есть что-то более экономное? ТМ-2, например. Нет, он дорогой. Ладно, давайте сделаем вот так. И вот это уже выглядит как-то, мне кажется, намного лучше. Мы в любом случае ограничимся пока двумя вагонами, потому что больше нам и не нужно. Далее, что мы делаем? Чтобы этим маршрутом у нас пользовалось намного больше людей, нам нужно подвезти, наверное, автобусы к этим станциям. Вот, начали дома строиться. Но есть еще одна проблема. На данный момент, слава богу, у нас опять же пока что есть деньги. Пока деньги у нас есть, я думаю, можно вполне улучшить все вот эти вот дороги. Это, конечно, мне стоить будет достаточно много и, наверное, я бы... Ладно, я, наверное, еще немножко подкоплю, поэтому пока что мы сделаем здесь, я думаю, более такую... Хотя... Нет, слушайте, здесь станция, в принципе, нормальная. Единственное, что я бы, возможно, сделал какие-нибудь здесь другие ограждения и еще почему-то у меня люди парят в воздухе, что, опять же, очень странно. Ну да ладно. Вообще, я скачал мод, который добавляет такие станционные платформы в стиле RGD, но почему-то я вижу только вот такие вот шумоподавляющие, шумопоглощающие защитные экраны, я не знаю, как это назвать. И, в принципе, все. Я, кажется, сейчас попытаюсь найти что-нибудь, но что-то я найти это не могу. Ну, есть, конечно, вот такие вот бетонные заборы, но что-то они какие-то, если честно, не очень, они сами по себе стрёмные. Ну, попробую, конечно, вручную сейчас это найти. Есть какая-то вот такая шумоподавляющая стена, но, опять же, это не совсем то, чего бы я хотел. Очень странно. В общем, мои поиски не увенчались на данный момент успехом, к огромнейшему просто сожалению, но да ладно. С этой платформой мы, наверное, пока что делать ничего не будем, потому что денег у нас не так много. Но, поскольку город Апрелевка у нас большой и 100% он будет ещё расширяться, наверное, я сейчас, в принципе, потрачусь. У нас с вами достаточно денег, чтобы, по крайней мере, главные улицы сделать пошире. Я бы, наверное, вот эту улицу сделал тоже максимально широкой. Ну, и, в принципе, в принципе, наверное, всё, что касается этого города. Дальше, естественно, мы покупаем дорожное депо и всё по стандартной схеме делаем. И, конечно, остановку я предлагаю сделать как раз-таки около станции. Очень странно я сказал слово станция, но да ладно. Ну, слушайте, вообще, честно говоря, мне ничего не мешает сделать здесь даже какой-нибудь трамвайный маршрут. Почему бы и нет. И, наверное, раз уж автобусный маршрут у нас уже есть, я думаю, спокойно можно сделать трамвайный. Тогда мы разворотную площадку, наверное, здесь увеличим. Сделаем здесь трамвай. Так, 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 вот это здесь ставим. И то же самое делаем с другой стороны. Далее, естественно, нам нужно провести здесь трамвайный, провести маршрут и, называв его, не знаю, ТР-1, пусть это у нас будет. Тогда, кстати, дорожное депо нам не нужно, нам нужно трамвайное депо. И покупать мы будем, естественно, несмотря на то, что у нас уже доступны всякие вот 71-619 трамваи, я, наверное, знаете, возьму какую-нибудь само собой вот такую красивую, жёлтенькую, даже оранжевую татру. Наверное, пока что вот таких вот трёх вагонов нам, я думаю, хватит. Если что, потом нам ничего не мешает, естественно, это всё добавить. Ну, как бы я вас, естественно, поздравляю с нашим первым трамвайным маршрутом, чему я несказанно рад. Потому что, на самом деле, Татры — это просто что-то моё любимое. Естественно, когда это есть, мы это не ценим. И, соответственно, что ежи были, когда в Москве, в метро, что Татры, я на них не любил кататься и любил кататься на всём новом. А тут пришлось мне поскучать по Татрам. Не думаю, что когда-нибудь я на них ещё успею покататься. Но, тем не менее, возможность, может быть, ещё будет на какой-нибудь выставке. Вот, Татры, наверное, один из моих любимых трамваев, несмотря на то, что они очень такие громкие, всё-таки, знаете, кондовые. Ну, всё равно такие, знаете, ламповые, уютные, приятные, домашние такие. Ну, я думаю, вы поняли. Так что наши Татры с вами распределяются на первый трамвайный маршрут в нашем регионе. И я думаю, можно спокойно уже делать первый автобусный маршрут, который у нас будет с вами проходить в городе Шадринск. Хотя, опять же, этот город достаточно большой, и трамвайный маршрут, наверное, тут тоже бы не помешал. Но, прежде чем проводить его, мне нужно сделать здесь нормальную станцию, а не вот это вот убожество. Потому что, честно говоря, мне это совсем не нравится. В принципе, я думаю, можно сделать с вами что-нибудь такое относительно симпатичное. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Очень надеюсь, что мне сейчас хватит на это денег. Я хочу, конечно, сейчас попытаюсь это сделать. Я бы хотел сделать, знаете, такую полуподземную станцию. Я, правда, не уверен, получится ли у меня это все реализовать. Почему? Потому что вот эта дорога, она, считайте, главная. А если тут делать полуподземную станцию... Сейчас, где она у меня, господи? И сделаю я ее вообще, наверное, сразу уже длиной 240 метров за делом на будущее. Суть в том, что почему-то здесь нельзя вообще изменить дорогу на более широкую. А это, извините меня, главная дорога. И здесь 100% потом будут огромные-огромные пробки. Что мне вообще не нужно. Но, как бы, с другой стороны, я... Мне вообще ничего не мешает, допустим, сделать, наверное, это может быть даже немножко поглубже. Хотя даже нет. Слушайте, нормально. Я могу, получается, тогда вот эту вот станцию поставить куда-нибудь вот сюда. Давайте посмотрим вообще по уровню... По уровню, что у нас в итоге, почему она не поставилась. А по уровню, слушайте, тут все в порядке. Поэтому мы, наверное, так ее и оставим. Единственное, нужно высокоскоростные пути здесь делать. Все, высокоскоростные пути мы с вами поставили. И теперь, теперь, во-первых, нам нужно вот это все наше дело благополучно как-то соединить, естественно. Но, как бы, тоже, чтобы у нас особо не было таких сильных поворотов. Потому что, возможно, ну, как, уже получилось так, что 158 ограничений километров в час здесь. Потому что мне бы, конечно, потом хотелось здесь делать все-таки что-то типа, как сейчас модно говорить, высокоскоростной магистрали. Но, в принципе, ладно, если что, потом не проблемно все это перестроить абсолютно. Теперь, что мы делаем? Мы вот это все делаем вот таким образом, чтобы у нас все было как будто все, как будто все так и было. Далее, мы это все сглаживаем благополучно, тратя все наши последние деньги. Вот это дело мы тут соединяем. В принципе, даже, ну, нет, нормально, нормально, очень даже пойдет. Добавим тут, естественно, сразу остановки. А вот здесь, где у нас уже будет главная дорога, я думаю, можно даже потом уже будет сделать шоссе. Но это потом. Пока что, я думаю, можно, опять же, ограничиться вот таким замечательным мостом. То есть здесь у нас будет два моста. Один для общественного транспорта, другой уже с выходом на вот тот город в Николаев. Все, мост, наверное, я не знаю. Я бы вот этот мост добавил, потому что здесь есть какие-никакие вот такие вот подпорки, колонны. Я не знаю, как это правильно назвать. В общем, более реалистично это все смотрится. Ставим мы это. Замечательно. Здесь мы также это все... Ну, конечно, да, не очень это все. Ладно, здесь сразу сделаем все вот так вот пошире. Хотя бы, чтобы центральная улица, опять же, у нас была широкая. Здесь мы уже потом все это решим. Здесь мы сразу продлеваем все. Что у нас идет сюда? Здесь, наверное, у нас дальше город будет продолжаться. Но, но, здесь у нас, наверное, все-таки будет... Пусть пока будет временное, конечное. Мы сделаем ее таким же способом, как мы делали в городе Апрелевка. Только здесь у нас будет автобус. Теперь осталось придумать, как у нас пойдет этот автобусный маршрут. Возможно, даже не один. Но это уже, опять же, потом. Ну, парочка остановок тут, парочка остановок тут. Ну, и как бы маршрут под названием А2 готов. Теперь нам осталось выбрать, какие мы автобусы сюда пустим. Я, конечно, не уверен, что нам вообще, в принципе, на что-то хватит денег. Потому что, как видите, полтора миллиона. Это теперь ничто абсолютно. Но самое интересное, нам же теперь доступны, я думаю, и карусы же. Да? Да. Наконец-то. Я этого очень ждал. Конечно, дороговато получается, наверное. Пока что я ограничусь мазами, поскольку город у нас небольшой. Куплю я, наверное, 4 маза. Слава богу, мне денег хватило. Мне, конечно, никогда не нравились названия остановок автоматически. Потому что, ну, понятное дело, их не так много. В базе завезено вот этих вот названий. Поэтому типа Шадринск-Север, Шадринск-Юг и так далее постоянно игра генерирует. Но, тем не менее, хорошо, что хотя бы табло работает. Очень странно, что, кстати, нет номера. Я даже не знаю, предусмотрено тут или нет. Ну, в общем-то, да, наши прекрасные мазы Мосгортранс поехали. И можем их тут спокойно оставлять, работать на первом, вернее, втором уже в нашем регионе автобусном маршруте. Да, проблема, конечно, я забыл про то, что нам бы здесь по-хорошему нужно сделать стрелку, которая переводит наш поезд на соседний путь. Вот теперь красотища вообще. Все, с этим мы закончили. Я очень надеюсь, что наши вот эти вот деревья, которые я хочу построить, они бесплатные, да? Они же вроде бесплатные. Все, замечательно. Просто вот когда все такое голое, я это не особо люблю. Те, кто смотрит меня давно, прекрасно знают, что я очень люблю всякие вот такие вот деревья. Деревья, в конце концов, придают реализма. Плюс наш город хотя бы не смотрится таким пустым по стандарту. Теперь хотя бы все такое более-менее живое. Наверное, шумопоглощающие экраны я пока здесь ставить не буду, потому что, ну, как бы города здесь, по сути, близ вот этой станции нет. Жилых домов тем более. Только вот какое-то несчастное жилое здание. Поэтому ладно, пока что мы этим заморачиваться не будем. Включимся, смотрите, скорость, чтобы наши денежки быстрее капали. И также меня попросили продлить еще этот маршрут хотя бы на одну станцию. Вот вопрос, конечно, куда. Сразу скажу небольшой спойлер. Я хочу сделать город Владивосток таким большим-большим хавом, где будет пресекаться огромное количество железнодорожных и не только маршрут. А еще смотрите, что я обнаружил. Апрелевку нас требуют кирпичи. Правда, количество 13 штук ради этого делать маршрут мне не очень бы хотелось. Они, в принципе, и Апрелевка, и Шадринск требуют продукты. И с продуктами тоже у нас как-то не очень хорошо, если честно. А вот Николаев у нас требует как раз-таки продукты. Вот с этим, я думаю, тоже можно что-нибудь сейчас придумать. А еще знаете, что я заметил? Что Шадринск у нас требует топлива. Топливо у нас, конечно, есть здесь. Но нефтеперерабатывающий завод у нас есть, а нефтяной скважины тут поблизости нет. К огромному сожалению. Поэтому, я думаю, можно смело... Сколько? 71 человек уже! Вы что, с ума сошли что ли? У меня поезд только не вмещает. Обалдеть. Ну, давайте, конечно, я добавлю сюда еще один вагон. Но я не уверен, что это спасет всю ситуацию. Я добавил на всякий случай два вагона. Так в любом случае будет лучше. С автобусами тоже проблемка. Можно один, наверное, автобус сюда добавить. Но на который у меня нет денег, естественно. Все, как бы пусть поезд у нас с вами тут ходит. И теперь нам нужен, получается, автобусный маршрут... Почему автобусный? Просто обычный маршрут, который у нас будет перевозить топливо из Чехова, получается, в Шадринск. Но эти города даже дорогами не соединены, что очень странно, честно говоря. Очень надеюсь, что мне хватит денег, что очень не факт. На вот этот вот... Хотя бы на дорогу. Я уж не говорю про грузовики, которые нам потребуются для этого. А разгружаться грузовики у нас будут где-нибудь как раз таки... Мы, наверное, сейчас аккуратненько вот эту вот дорожку здесь продлим. И у нас, получается, мы сможем охватить абсолютно весь город. Все, добавляем сюда вторую остановочку. И почти готово. Народу, конечно, тут у нас уже в городе Апрелевка, честно говоря, многовато. Наверное, скоро придется покупать уже второй состав. Но, надеюсь, не скоро. Только теперь вопрос, какие нам грузовики купить. В принципе, у нас тут есть вот такие вот интересные, типа, локуэлл всякие. У них гиги. Я думаю, можно, наверное, пока купить 4 штучки. Нам больше нам и не хватит. И пустить все на этот маршрут. Посмотрим, хватит ли нам этого. Тут у нас уже 117 человек, извините меня. Каким образом это так происходит, я, честно говоря, не знаю. Нам и платформы как бы тут не хватает почему-то. Я так понимаю, наверное, мне придется скоро копить на новый электропоезд. Все. Самое главное, что топливо в Шадринск у нас уже начинает копиться. И скоро машинки сюда подъедут, чтобы доставить топливо в Шадринск. Но что нам делать с деньгами, честно говоря, я не знаю. Давайте посмотрим вообще, сколько нам будет стоить купить хотя бы одну, хотя бы 4-х вагонную электричку. Я думаю, пока что временно. Опять же, все это временно. Мы здесь построим вот такое вот нищенское маленькое подобие депо. И теперь, мне кажется, готовимся офигевать. Потому что, напомню, что я до этого играл всегда в режиме с бесконечными деньгами. Почему-то, кстати, половина электричек у меня сломана, поэтому не думайте, что я некоторые ставлю. Потому что не хочу. Они просто у них текстурки очень забагованы. Ну, вот, допустим, 4-х вагонная R9E у нас стоит 12 миллионов. Ну, неплохо, я вам скажу. 3-х вагонная R2 стоит 16 миллионов. Отлично. А есть, интересно, что-то более, как бы, бюджетное. Слушайте, а, например, какой-нибудь дизель-поезд. Там же тоже вместимость такая нормальная. Например, ну, слушайте, это уже более-менее. А, ну, хотя по вместимости то же самое, как бы, получается. И смысл мне покупать дизель-поезд, если... Уж больше тогда электричку сразу купить. Ладно, денег я немножко подкопил, подождал. Был абсолютно идеальный, вообще, симулятор ожидания. Делать мне ничего в какоми, как ждать. Ну, и давайте выберем, какую мы с вами электричку первую запустим. Ну, в любом случае, это будет какая-нибудь зеленая R-ка. Хотя, хотя мне очень нравится расцветка украинских железных дорог. Может быть, я бы что-нибудь из этих электропоездов пустил на первый маршрут. Давайте посмотрим, не сломаны ли у этой электрички текстуры. Очень надеюсь, что нет. Нет, смотрите, не сломаны. К тому же, еще и вместимость аж 142 пассажира. Ну, я вам скажу, по-моему, по-моему, это идеально. Вот это, я понимаю, вот это нормальный электропоезд. А не вот то, что у нас там какое-то непонятное очме ходит, какую-то чму. Опять же, слушайте, вот эти вот R-ки, они, конечно, вонючие, они отвратительные. Они шумные, но они, опять же, такие, знаете, такие родные, такие домашние. Вот эти вот сиденья... Слушайте-ка, а как салон тут проработан шикарно, вы посмотрите просто. Вообще класс. Еще надпись милиция. Класс, красотища просто. Ну, самое главное, остается надеяться, что не зря мы это все дело купили и что эта электричка окупится. Потому что, как бы, 146 пассажиров, они сюда даже уже не помещаются, это не очень хорошо. Теперь я бы, наверное, может быть, даже сейчас за кадром сделаю эту платформу побольше, потому что, каким бы маленьким город ни было, хотя он у нас предполагается большим, мне кажется, нужно эту платформу переделать под что-то более, знаете, городское. Тогда пусть у нас вот эти вот граждане все уедут на электричке в сторону... Какой у нас там город? Шадринск, да? Шадринска. И все, мы эту платформу к хренам собачьим сносим. И, как бы, и все. Все, электропоезд R9E у нас уехал. Теперь мы сносим платформу. Конечно, мне очень нравится концепция, что одна платформа на одной стороне, другая на другой. Но, тем не менее, да, она слишком мала для такого большого города. Так, ну, в принципе, нам вообще ничего не мешает вот эту платформу с подземным переходом сделать прям вот даже здесь. То есть, здесь мы, наверное, ничего потом продлевать не будем, потому что там дальше только промышленные здания, а как бы это вообще не проблема, мы можем здесь все это как-то обвести, или здесь вот, например, сделать мост, кстати говоря. Как бы, и вот так мы это все дело оставим. Естественно, мы вот это все продлеваем вот сюда, а это сюда. Стрелка у нас там, по-моему, даже осталась. А что касается светофоров, светофоров, ну, вот здесь мы один поставим. Большое спасибо, кстати, за ваши комментарии по поводу разъяснения, где, за что, какие светофоры отвечают. Я все учту, просто сейчас пока что, к сожалению, нет времени. Всем этим заниматься и все это дело более подробно изучать, но обязательно потом я все исправлю на всей карте. Все у нас будет красивенько, чудесненько. Все, станция преливка у нас более-менее готова. Дальше что мы делаем? Мы добавляем с вами сюда эти навесы. Я думаю, знаете, можно, наверное, даже сделать сразу несколько входов на платформу, потому что у этого типа объектов есть еще выход с платформы именно вот так вот через пути. Только я, честно говоря, не особо помню, как это все... А, это вот так вот делается все. Я понял, только вопрос. А дальше это куда пойдет? Каким образом? То есть и что? А, и типа вот так, и все, серьезно, так просто, класс, вообще шикарно. То же самое мы с вами тогда делаем с другой стороны. Все, я это все снес, потому что мне это все очень-очень сильно мешало. Сейчас мы тогда все это красивенько так сгладим. Теперь можно спокойно все поставить. И вообще, знаете, мне кажется, нужно поставить памятник человеку, который создал конструктор вот этих вот замечательных платформ, потому что лучших платформ именно конструктора я не встречал вообще нигде. Ну и все, здесь у нас потом будет главное шоссе. Переезд, наверное, не особо хочу делать, потому что, ну, как бы, движение у нас, наверное, тут будет в перспективе достаточно интенсивное, поэтому, поэтому, наверное, пока что не буду. Так, естественно, нам нужно тут немножечко все вот это вот дело сгладить, чтобы это выглядело, естественно. Дальше у нас идет декорация обязательно. Ну, тут, на самом деле, не так уж и много где есть разбежаться. По факту тут можно построить... Кстати, странно, мне вот эти не были доступны почему-то. Но это, кстати, не очень красивые штуки такие вот, как сказать. Ну, ну, наверное, не знаю, по-английски называется shelter, не знаю, как по-русски. Укрытие, ну, укрытие слишком... ну, короче, не важно. Короче, козырьки, не знаю, как это назвать. Вот. А вот здесь мы тогда поставим вот такие вот прекрасные тоже козырьки, не знаю, беседки, не беседки, как это назвать. Так, и так, и так. А также по краям мы с вами сделаем обычные сидения. Также здесь сделаем и вот здесь. Здесь все у нас прекрасно, с декорациями покончено. Ну, что касается платформы, потому что это еще не все. По-хорошему, знаете, я добавил, конечно, в жизни я вот эти заборы не очень люблю, и я считаю их максимально уродскими. Но, но, это будет по-максимуму добавлять реализма, как по мне. Поэтому, наверное, наверное, с этой стороны я все-таки добавлю вот эти вот шумозащитные экраны вот сюда. Конечно, не, ну, слушайте, в принципе, даже реалистично. Мне нравится, оставим. Так, а по поводу переезда, кстати, а может быть здесь есть что-то более такое симпатичное? А, ну, тут только именно для автомобилей, что касается... А, ну, слушайте, кстати, есть такие вот шлагбаумы даже для людей. Но шлагбаумы меня не особо интересуют, так что оставим, ладно, все как есть. Ну, здесь у нас, в принципе, есть забор, наверное, я не буду его здесь делать. Дальше мы просто вот так это все продлим. Ну, а дальше уже, наверное, разберемся по ходу дела. Хотя, хотя... А что? 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 А почему? Слушайте, я уже испугался, что у меня все пошло по одному месту. Все, вот так это мы здесь с вами дугой сделаем. Ну, а здесь уже и не нужно особо делать никакие барьеры. Тем более, так уже все, видите, с высотой большие-большие проблемы. Так, замечательно. Осталось отключить принадлежность объекта игроку, чтобы здесь у нас не строились маленькие, никому не нужные, некрасивые дома. Ну, и, наверное, я вручную добавлю тут буквально несколько деревьев, чтобы, опять же, это не было какое-то голое уродство. Ну, как-то так, на самом деле, уже лучше. Ну, и, в принципе, осталось, что просто здесь тоже добавить немножечко случайных вот таких вот групп деревьев неподалеку от пути, чтобы, опять же, это выглядело реалистично. Еще, кстати говоря, я читаю, естественно, я читаю все комментарии. Мне говорят, что было бы неплохо сделать такую же концепцию касательно геймплея, что я буду все в ускоренной съемке делать, и так, так сказать, больше материала будет помещаться. Но, на самом деле, со City Skylines так было бы намного проще, действительно, и интереснее. Но мне кажется, что вот именно Transport Fever – это игра, где намного больше таких тонких деталей, и если я буду снимать ускоренно, я вот так вот сам пересматриваю частично свое видео, но, тем более, естественно, я же монтирую все-таки свое видео. И мне бывает даже, даже мне бывает тяжело понять в нормальной, не ускоренной съемке, что же я именно имел в виду, и что же именно я хотел сделать. А если как бы делать еще это все в ускоренной съемке, ну, извините меня, это уже будет какое-то, мне кажется, издевательство абсолютно над зрителями, и, в принципе, вообще никому не угодишь, поэтому пусть будет так, как сейчас. Если действительно много людей захотят, чтобы я делал все в ускоренной съемке, конечно, я сделаю в ускоренной, но пока что мы ограничиваемся тем, что есть. Наверное, сразу, пока у нас все это не застроилось, я сделаю задел на будущее под вот эти всякие заводы, потому что нам в любом случае дороги здесь понадобятся. Само собой, делаем мой любимый вот такой вот мост, реалистичный. Кстати, слушайте, выглядит, если честно, прикольно, мне прям очень нравится. Все, с переездом мы с вами можем не заморачиваться. Также я бы добавил еще немножко здесь деревьев, и будет вообще шикарно. Ну, получилось, естественно, как всегда, не немножко. Так, у меня, кстати, что-то с поездами, а в чем проблема? А, почему у нас поезда теперь на этот путь прибывают, что очень странно, нужно обязательно это делать, чтобы вот так-то лучше. Все, прекрасно. Дальше, вот еще большая проблема, что места у нас тут не очень много, и деревья тут сильно мешают, нужно ставить тут что-то очень такое небольшое. Нет, ну вот это, я теперь понимаю, вот это уже нормальная станция, а не какое-то доисторическое, ну, не будем нецензурно выражаться. И также я обязательно добавлю еще заборы по краям, потому что тоже выглядит не очень реалистично, а то люди будут залезать еще, безбилетники всякие. А может, ничего, пойдет, не дай бог. Кому это надо? Никому. Вот такой, наверное, забор я здесь делаю. А вот, кстати, вопрос. По габаритам в реале прошло бы вот это все или нет? Или все-таки нужно делать небольшой отступ от края платформы? Ну, давайте, ладно, сделаем небольшой отступ. Не думаю, что это прям сильно повлияет на что-то, да это вообще ни на что не повлияет. Но, тем не менее, реализм это точно добавляет, мне нравится. А с этой стороны у нас уже как бы все есть, ну, это логично. Слушайте, я доволен, более чем доволен, мне это нравится, реалистично, класс. Да, говорил я про продление линии еще на одну станцию, но, а у нас тогда денег в принципе не было. Слушайте-ка, а у нас тут проблемка. У нас топливо Шадринск 145 единиц. Нужно срочно добавлять еще, наверное, даже можно сразу 4 машины добавить, потому что как-то прям приличное такое количество топлива у нас копится тут. Также пока что у нас есть деньги. Я думаю, можно, наверное, здесь у нас есть жилые дома? Нет? Нету? Тогда обновим сейчас подвижной состав на вот этом нашем первом автобусном маршруте, потому что старые автобусы это вообще не очень хорошо. И что у нас есть из такого, ну, не туристического, а из того, что можно пускать на дальние расстояния. Икарус, они такие больше, это городской вариант. А вот пазики, слушайте, пазики, конечно, вообще не какущий вариант, но нормально, нормально. А, вот, икарус 250. Ну, слушайте, можно, наверное, несколько... Сколько у него вместимость? 15 человек? Слушайте, у пазика и то больше, конечно. Конечно, пазики-то намного лучше, такое аутентичное у нас подвижной состав. Не, красота, красота. Только мне не очень нравится расцветка здесь стекол. Я бы поменял на что-то, может быть, такое. Ну, да, вот так вот получше будет. Ну, они все равно, если честно, какие-то современные, потому что фары не прям как у пазика, либо я давно пазики не видел. Я просто в моделях не особо разбираюсь. Они, вроде, для меня все какие-то одинаковые, если честно. Ладно, оставим такие, и бог с ними. Все равно мы приближать не особо-то часто, наверное, будем. Ладно, давайте тогда уж от Шадринска мы продлим с вами железную дорогу до Чехова. Вопрос, где у нас, конечно, будет станция. Ну, логично, что мы, наверное, не будем пересекать вот эту вот дорогу. Поэтому станцию мы сделаем где-нибудь на отдалении, чтобы она у нас, наверное, даже не пересекала вот эту дорогу. Хотя здесь пересечение будет в любом случае. А вот Чехов у нас с вами город не особо большой, несмотря на то, что тут у нас много товаров и все дела. Тут, как раз-таки, мне кажется, можно прибегнуть к тому, что я хотел сделать на станции Апрелевка. Ну, да, где очень-очень маленькие платформы. Опять же, я не особо горю желанием делать здесь что-то доисторическое, поэтому вот такая платформа, наверное, будет очень даже неплохой. С современными ограждениями и так далее. Есть, кстати, еще такой более узкий вариант. Я думаю, к концу платформы можно сделать даже вот такой действительно узкий вариант. Почему бы и нет. Ой, слушайте, какие тут переезды у меня почему-то необычные появились. Я не знаю, откуда. Это какие-то, наверное, тоже. Это откуда вообще непонятно. Но нам в постсоветском пространстве такого нет. Нет, вот это вот я уже понимаю, это что-то более-менее похоже. Осталось только соединить маленькой дорожкой вот это вот все. Вот таким образом. И получается все на станции подсоединены. Все прекрасно. Что касается декорации, я, честно говоря, не знаю. Потому что у меня не так много объектов, но чисто ради приличия можно, наверное, поставить какой-то киоск по типу продажи билетов. Но, опять же, я не знаю, есть ли у меня вообще в списке объектов подобные у вас это. Есть магазины. Но магазин это, как бы, извините, не то. Ну, вот это что-то более-менее похоже. Это, конечно, написано овощи, фрукты. Но пусть это у нас будет киоск по продаже билетов. Ладно, так и быть. Наверное, с обеих сторон его можно поставить. А, ну, кстати, можно поставить вот такой вот прекрасный пост, получается, у переезда. Тоже, мне кажется, вполне реалистично выглядит. Ну, как бы и все. Ну, естественно, само собой, мы сейчас добавим сами деревья. Ну, здесь, я уж думаю, заборы нам не понадобятся. Потому что обычно, вот на таких отдаленных станциях, как бы, не то, что шумозащитных экранов нет. Но и заборов, в том числе, кстати, даже баннер есть. Поэтому мы с вами ограничимся вот такой вот штук. Вот теперь, опять же, смотрите, нужно все продумать так, чтобы у нас параллельно проходили высокоскоростные пути, которые у нас потом будут экспрессом. Ну, ладно, разберемся. Опять же, если сейчас об этом думать, на это уйдет огромное количество времени. А времени, знаете, как очень ценный ресурс. Аккуратненько мы продлеваем с вами все вот эти вот существующие пути. Немножечко сглаживаем рельеф, чтобы, опять же, реализма у нас было немного больше. И здесь спокойно уже прокладываем пути. Но я уж это снимать, наверное, не буду. Я не считаю, что это кому-то может быть интересно. Но, опять же, знаете говоря, экспрессы могут быть разные. Потому что экспрессы, допустим, Сапсаны, да, им очень проблематично будет развивать большую скорость на таких поворотах, не особо плавных. Точнее, они не смогут, в принципе, развить большую скорость. Но можно в теории пустить обычные экспрессы в виде электричи, которые просто будут миновать некоторые остановки из разряда, вот, допустим, Чехов, да, где город, по сути, не очень большой. Сделать ли здесь тоннель? Не знаю. Надо подумать. Ладно, оставим. Пусть будет. Для разнообразия почему бы и не. Но, да, вот самое интересное, что, скорее всего, когда мы продлим вот эту линию сюда, нашу первую железнодорожную линию, нам не хватит существующего подвижного состава, то есть полутора поездов, чтобы всех пассажиров перевезти. А денег на новый поезд у меня, к сожалению, нет. Только у меня тут что-то с тоннелем произошло очень такое нехорошее. Ну, наверное, опять же, издалека это не особо будет видно. Может быть, при перезагрузке игры все это у меня придет в норму. Посмотрим. Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Лучше вообще шампанское не пить, потому что это вредно. Расставляем мы светофоры. Не забывайте, что потом, естественно, все я это приведу в норму, не переживайте. Ну, как бы, и все. Можем спокойно продлевать вот этот маршрут. В Чехов раз и два получается, да? Кстати говоря, впоследствии, поскольку Апрелька у нас город большой, можно будет смело здесь сделать и вторую платформу для экспрессов. А, ну да. А, ну, в принципе, ладно, короче, разберемся. Неважно. Так, нет пути. А почему нет пути электрического? Почему? В чем твоя проблема? Сейчас все нормально. Окей. И тут бы я еще добавил, наверное, вот такой один-двухсекционный трамвай. Потому что пассажиров приезжает сюда достаточно много. А сейчас приедет еще больше, в связи с тем, что мы добавили еще одну станцию. Что у нас там, кстати, с топливом? А с топливом у нас все прекрасно. Я бы, честно говоря, добавил еще бы один какой-нибудь груз. Что касается груза, я... Ну, я бы... Что? Что? А почему так? 745! Вы что, долбанули, что ли? Мне не хватит денег, чтобы все это, как бы, извините, проапгрейдить весь подвижной состав. Ну, как бы, я могу все это, не знаю, там, какой-нибудь... Лукойл, да? Ну, их не хватит, чтобы вывозить такое количество. Ладно. Давайте, конечно, добавим... А, ну, конечно, количество платформ я здесь добавить не могу. И вот так вот тоже не могу, да? Ммм, интересно, интересно. Да, спасибо. Ладно, давайте, конечно, добавим... А, то есть здесь я добавить-то особо больше и не могу. Да, значит, ну... Ладно, хорошо. Нет, по-хорошему, конечно, нужно было изначально все это, наверное, перевозить поездами. Но, извините, как бы, денег у меня не было на подобное удовольствие. Поэтому, ну, приходится довольствоваться тем, что есть. Ладно. Я бы даже еще несколько машин добавил сюда на всякий случай. Лишними они точно не будут. Но, в принципе, смотрите, а мы же можем с вами перевозить детали. Потому что в Шадринск у нас они как раз-таки... Они там потребуются. И тут у нас есть машиностроительный завод. Сейчас мы вообще моментально замутим цепочку производственную. Параллельно я к этому составу добавлю от ГРХ подальше еще несколько вагонов. Пусть будут. А что-то он, кстати, еле едет. Слушайте, а почему он едет только 55 километров в час? А, слушайте-ка, я тут тоже немножечко так это оплошал, так скажем. Наверное, все-таки нужно делать что-то здесь электрическое. Ну, что? Есть, может быть, какой-нибудь ЧС-2, например? Вот, блин, 12 миллионов. У меня таких денег-то и нету. Ну, потому что это маневровый тепловоз, а не для таких перевозок. Поэтому, я думаю, логично. Логично, что нужно его заменять. Ну, кстати, есть какой-нибудь... Ну, ладно, давайте ЧС-4, ЧС-2. У них разница большая, нет? Ну, можно, ладно, ЧС-2. Невелика, действительно, разница. Как он у нас там интересно выглядит? Ну-ка, давайте посмотрим. Я давно их не видел. По-моему, я их живую даже именно на линии никогда не видел. Только, по-моему, в музее. Ну, прикольно, прикольно. Естественно, состав у нас полный, как всегда. Кто бы сомневался. Ну, хоть теперь он будет ехать нормально. Я сейчас вообще такой гениальный план придумал. Вот, смотрите, я хочу, чтобы у нас на лесопилке, получается, у нас пилилось дерево. Ну, логично. Соответственно, мы берем вот этот Чехов лес. Вот этот лес, да? Он идет у нас сюда, сюда, сюда. Минует вот этот вот обычный лес. И приходит у нас на машиностроительный завод, да? Обратно у нас поезд возвращается, захватывает вот это вот дерево. Здесь и везет его на лесопилку. Гениально. Естественно, на это нам потребуется очень много денег. И не факт, что существующего количества финансов нам хватит. Но попробуем. У меня тут есть вообще прекрасный мод на изогнутую станцию. Я, конечно, сейчас посмотрю. Хватит ли нам денег на изогнутую станцию. Потому что вот мне подсказывают, что она дороже, чем остальные. Платформу, наверное, нужно сделать достаточно длинной. Я думаю. Потому что обычно на лесопилку доставляют очень много грузов. Именно в транспорт фивер. И что касается радиуса, здесь тоже нужно что-то сейчас придумать. Ну, в принципе, слушайте, по-моему, неплохо. Вполне, я вам скажу, неплохо. Значит, мы вот это здесь дело все с вами размещаем. Это стоило нам всего 83 тысячи. Что? Почему так мало? Удивительно. Так, еще большая проблема в том, что она у нас... Без электричества. Я вот это что-то не посмотрел. Теперь другое дело. Далее. Я не хочу абсолютно, чтобы у нас вообще были хоть какие-то пробки в городах. Потому что это очень тяжело будет исправить именно в транспорт фивер. Поэтому сейчас, наверное, будем делать что-то типа мостов. Я не знаю. Ну, а что еще делать? Выхода у нас особо тут нет, к сожалению. Поэтому будем сейчас с вами как-нибудь так вот импровизировать. И пытаться сделать что-то более-менее реалистичное. Так, все. Ну, тут, наверное, получится. Да. Тут мост получится сделать. Значит, мы вот это с вами тут проводим. Вот так вот, да. Не обращайте внимания, что сейчас вот здесь мост. Мы его... Я его потом, естественно, уберу. Так. Только я немножко... Хотя... Нет, слушайте. Нормально. Нормально. Значит, здесь мы опять же делаем все на земле. Здесь мы проводим параллельный путь. И, я думаю, уже стоит поменять тут мост на нормальный. Потому что это, честно говоря, какое-то уродство. А, и тут он, кстати, почему-то этот мост не делается. Я не понимаю, почему. Я для себя открыл вот такой вот замечательный инструмент, который у нас, как все эти Skylines, прям режет пути. Ну, не пути, вы поняли, короче. И почему-то это опять мне не дает ничего сделать. Я не понимаю, почему недостаточная высота, что ли, или как. Не, ну типа хорошо, давайте я здесь снесу дорогу. Что-нибудь это поможет? Нет, это не поможет ничем. Видимо, наверное, здесь недостаточная высота, или я не знаю. Ну да, слушайте, вот здесь получается как-то очень низко. Неправильно я все сделал. Здесь уже можно, наверное, построить вот такой мост. Кстати говоря, тоже достаточно реалистично выглядит. Мне нравится. Здесь уже мы точно проводим параллельный путь. Вот теперь это другое дело. Именно вот эту вот штуку я хотел сделать. Только теперь мне предстоит провернуть то же самое здесь. Но здесь, наверное, вроде попроще, да? А, только тут у нас еще и железнодорожный пути, господи. Ах, слушайте, как тут классно-то получается. Прямо вообще как в литое вошло. Замечательно. Ну как? Я не знаю почему. Это очень странно. Но оно как-то, да, не очень получилось. Ладно. Но вот так вот это уже абсолютно другое дело. Естественно, сейчас мы все это сгладим, чтобы у нас выглядело все так, как будто это уже было так же красиво, замечательно. Чтобы не было вот никакой вот этой желтой некрасивой почвы. Ну и класс. Замечательно. Сделаю-ка я здесь на всякий случай два пути. Лишним это точно не будет. Ну и как бы все можно спокойно соединять. Вот это все дело. Блин, какой я молодец. Слушайте, я просто гений, понимаете, да? Какая красота. Как я люблю, когда вот так вот все ровно, идеально. Тут вот опять, видите, у меня что-то с туннелем тут как... А, все, я понял, у меня что-то тут пути. Without tunnel wall. Я понял. Но это все мы пофиксим. Ничего. Вот, например, сейчас. Вот. Теперь другое дело. Логично, что здесь нам потребуется всего лишь одна платформа. Второй параллельный путь мы прокладываем здесь же. Правильно? Правильно. Просто красота. Кстати, если вдруг кто знает, напишите, пожалуйста, зачем вот это вот третий рельс? Это для устойчивости, для улучшения каких-то физических свойств пути. Вот это вот третий рельс, он для чего? Объясните, пожалуйста. А этот путь мы сделаем просто вот таким, знаете, запасным. Может быть для отстоя, чего-нибудь, когда-нибудь, зачем-нибудь. Ну, как бы и готово. Но, я думаю, самое интересное то, какой подвижный состав мы выберем на этот маршрут. Что, какие у нас тут будут поезда, разводить вот эти вот всякие деревья, бревна, доски и так далее. Мы это сделаем уже все в следующей серии. Поэтому спасибо большое, что досмотрели до конца. С вами был Urban Drew. Ну что, как обычно, хорошего всем настроения. Всем пока. Продолжение следует...